здравствуйте друзья окошко чищу помню послали нас из цкб министерства связи картофель убирать ну это была такая практика то есть бесполезный народ типа инженеров ученых их посылали помогать сельскому хозяйству и вот мы под было каламском там было какое-то большое хозяйство там теплушки такие стояли вагончики вот мы там жили но несут короче я к чему рассказываю что был у нас там паренек начали немножко странный такой но ничего и вот он как-то мы возвращаемся с поля уже там часов не знаю там 5 6 вечера дело где-то в сентябре там а знаете подмосковный климат он такой что там дожди часто в это время липкая такая каша грязная из которой не выковырить ничего вот когда земля сухая там одно дело когда мокрое там вилами значит все это дело поднимают несколько картошин их там вытащат и половина из них вилами же и покоцана но в общем сапоги все в грязи в жуткой а перед подъездом куда мы там должны зайти в общежитие такое странно перед дверью там громадная лужа такая знать сантиметров 30 глубиной сапоги у нас резиновые я зашел в лужу так но чтобы грязь частично смыть чтоб потом меньше там скоблите сапог и тут значит паренек этот он увидел миша его тоже звали вот этот миша он тоже зашел в лужу и и так он сапоги тоже моют и комментирует говорит что над сапоги помыть говорит он не хорошо в грязных сапогах спать ложится вот такой вот значит случай а я вот к чему это расскажу что до окно помыть не хорошо с грязным окном видео снимать четверг нынче солнышко светит вы сами видите у нас тут вообще на местности постоянные дебаты такие значит что когда же уже наконец станет прохладно потому что вот она как-то экстремально скачет а то она вдруг ну по природа погода значит то вдруг очень жарко то вдруг довольно холодно резко а так что просто вот как у людей так нет вот такие изменения в климате ну а у нас четверг четверг все вроде ничего так приближается 13 октября сегодня у нас надо 8 с утра я так предполагаю значит 13 октября это вторник на следующей неделе и мы в этот день начинаем сразу две группы значит одна группа это full time и full time у нас сейчас это как бы с одной стороны статус студента да когда он приезжает и он издалека и он может посещать курсы как бы не только в своей группе но во всех остальных там и так далее то есть с расчетом на то что он уедет там надо побольше набраться это статус другой стороны мы год назад там примерно начали это этих статусников собирать в отдельные группы потому что они такой большой толпой ходили по другим классом что там создавали проблемы поэтому их отдельно вынесли и поэтому сейчас full time это еще и расписание если вы придете на там партнов.com и посмотрите там расписание вы увидите описано full time у них свое расписание она более интенсивные 4 дня в неделю по 5 часов 20 часов неделю учебный план 185 часов то есть вот где-то 9 там за 9 недель за там с копеечкой маленькой они проходят всю программу но поскольку теперь просто расписание то народ который в этой группе уже не только приезжий а и местные тоже есть ну немного я могу сказать что вот когда мы смотрим на тех кто там сидит в этой группе то ну скажем там если будет человек 25-30 то есть их может быть один а иногда два по-русски не говорят откуда берутся не знаю но вот вот съезжаются откуда-то вот у нас есть американец один симпатичный у него жена русская вот значит приехал откуда-то с того побережья если невероятной красоты вот в моей оценке девочка она из непала сама смысле родители не из непала она уже в америке родилась из нью-джорси приехала как нашла не знаю там может на интернете есть такие найти легкие на подъем так бубу поехал туда бубу поехала сюда вот такие бывают тоже но в основном там как бы наши соотечественники и вот эта группа начинается во вторник и с этим связано то что подъезжать начинают ребята и если раньше это и мы бы так каждый день там по паре раз сейчас ездили бы в аэропорт кого-то встречать то вот это раньше так было что сейчас такого нет то есть мы иногда ездим в аэропорт кого-то встречать но сейчас какие-то такие цепочки потянулись людей у которых кто-то тут уже есть и они как-то там вместе друг с другом сговариваются и в общем нам намного намного легче стало так что подъезжают ребята но мы как бы даже этого и не замечаем они своим ходом что большое облегчение на самом деле и 13 уже числа начинается вечерняя группа я еще не знаю сколько там будет народу потому что они очень динамичны эти группы первые три занятия там как бы пробные они должны определиться насколько у них вот это им по душе насколько у них есть время чтобы заниматься бывает что ты хочешь но когда надо делать домашнюю работу там четыре часа между занятиями данность выясняется у тебя нет четырех часов там три раза в неделю поэтому это это тоже реальный как бы фактор жизненный хотеть одно иметь возможность реальную другое поэтому не знаю сейчас у меня там перевалило за 100 желающих скайпе у меня группа для них есть этом рассылаем задание а там приглашение на вебинары вот вчера перевалило за 100 человек а сколько останется не знаю и сколько еще подойдет не знаю вот так что сейчас такая экстремально большая группа которая заканчивается их там 120 но как-то так с расписанием получилось что лишний месяц мы ждали пока группа соберется и вот за этот лишний месяц там пришло больше народу так обычно вот перед ними было человек 80 там 75 вот а сейчас что-то 120 10 намного особенно когда приходит время резюме делать ох тут да нагрузка к мы мы не хотим по 120 я вам обещаю это не наш не наш путь вот так что все это в один день значит с утра я буду вести первый урок я всегда веду первый урок я всегда веду job search в каждом классе так у меня будет два первых урока один с утречка другой по нашего времени это с 6 до 7 вечера это удобно для всей страны американской то есть вот если у нас это 6 до 7 то соответственно день там в нью-йорке это будет с 9 до 10 достаточно удобно это не очень удобно для тех кто там европе там в россии украине израиле у нас тоже есть студенты оттуда но что делать как бы основная масса у нас местных ну вот из канады еще бывает там питом а так вот ну с точки зрения географических временных поясов канады как бы от сша никак не отличаются вот наверное все вот такие новости мы постоянно там интервьюируем народ заносим их там разные списки мы смотрим открыта группа закрыта эта группа которая 13 число октября фулл-тайм она уже несколько дней как закрыта для записи новых студентов но бывает что там кто-то был неопределившийся там вдруг решил что приедет то есть там какой-то люфт такой оставлен на самом деле то есть когда закрывается группа то мы имеем ввиду что еще там пара-тройку человек откуда-нибудь далее да придут и надо для них место там приберечь так скажем вот такая жизнь что у нас тут какой-то там плакат большой висит мы сейчас его увидим за светофором там написано open house я вижу отсюда такое ощущение что чего-нибудь построили и приглашают посмотреть но может быть это не прямо здесь то что я не видел чтобы здесь что-то строили сант-франсис сант-франсис это high school от ее мое это католическая школа у них там open house вообще неожиданное время для open house в школе в октябре месяце казалось бы уже там всех учащихся собрали ну вот такие у нас в основном дела и приток народу большой вот мы говорим может еще группу собрать дополнительную но нам некуда ее посадить честно сказать помещение на всего две классных комнаты поэтому ну сколько там может быть народу вот кроме того на самом деле когда берешь лишние там 25-30 человек надо ответить на вопрос как их потом на практику устраивать потому что это все-таки в дополнение к тем которые уже есть знать как немножко стремно я-то думаю что правильней отбирать более сильных чем набирать больше непонятно каких так что тоже интересно у нас есть группа в ноябре ближайшие начнется мы ее не хотели делать в ноябре мы мы то думали уже соберемся после нового года но такая большая пауза получалось что мы бы как бы создали бы очередь большую поэтому мы эту группу ноябрьского мы ее как бы втиснули в расписание понимая что они месяц прозанимаются напомним 17 ноября такого что они прозанимаются месяц и ну там пять недель и будет перерыв дней десять связанные с крисмосом и новым годом обычно мы так числа 22 23 декабря у нас последний урок а собираемся мы 2 января обычно если там не субботы и не воскресенье там по всякому бывает но в общем там дней десять так набегают и мы конечно не очень любим делать такие перерывы но другой стороны кто-то же учится в это время тоже то есть не то чтобы там жизнь замирает уж совсем поэтому были сомнения начинать ли группу но связи с тем что осенью начиная с конца августа обычно со второй половины августа начинается приток студентов потому что они уже лето свое отботрачили обязательства выполнили там дети родственники поездки отпускатов и так далее дальше вот начинают такой сезон нелетний вот и все идут учиться там кто хотел учиться поэтому такой наплыв обнаруживается еще из мыслей которые значит одолевают могу рассказать меня немножко так зацепила вот эта организация которая в сан-франциско обучает программирование на джаваскрипте и там у них я как-то рассказывал про них то они учатся 12 недель то есть примерно столько же сколько мы учимся но только они по 12 по 11 часов в день и вместе с субботами тоже вот что такое 66 часов в неделю вот они вы такой кемп то есть не не то что они в классе сидят они как бы в проектах домашние задания там делают все происходит вот вот там и они берут 17000 и там у них как-то поголовное такое трудоустройство там отбирают тоже бы более серьезно чем чем например мы это делаем и там они в среднем 105 тысяч у них зарплату вот они но не по себе что говорят и я стал думать на вот а мы как вот с этим соотносимся и в принципе если бы мы учили например более сложным вещам мы скажем автоматизации но не так как мы учим ознакомительно а вот так чтобы уже по серьезному то на всю катушку и мы же на самом деле начинались как школа автоматического тестирования когда мы начали школу в девяносто четвертом году мы с первого первый урок был я выходил на первый урок и мы автоматизировали там уже чего-то прошел год и мы уже делали два теста дамы и шанту у нас там было три основных вот мы в каждой группе комбинировали какие-то два и мы такой школы были это вот просто так уж вышло сейчас что как-то у нас аудитория стала менее технически что даже не знаю но мы всегда были школы и ударяющие по автоматизации и вот я стал думать что может быть нам какие-то группы иногда делать из тех кто посильнее более ударенные в автоматизацию например убрать у них там мобильное тестирование например и вместо этого дать что-то такое более продвинутое в автоматизации чтобы работу реально можно было искать хорошо соответственно группы которым мы сейчас даем ознакомительно это это автоматизацию понимая что они не хотят и не будут автоматизировать ничего убрать у них это автоматизацию дать им там пару проектов хороших чтобы так резюме заиграла и то есть можно как-то вот их разделить на два крыла и каждое крыло в своей части будет более сильным чем сейчас но и и стали мы обсуждать значит какой процент наших студентов можно было бы взять на такую более продвинутую автоматизацию и вот выясняется что особо и некого ну то есть слишком мало чтобы можно было их в отдельную группу иногда собирать знать как есть такая сказка по-моему льва толстого как царь болел и там лекари мучились никто не знал что делать а он уже чахнет помирает совсем ну и там позвали одного мудреца и тот говорит царь выздоровеет если надеть на него рубашку снятую с счастливого человека и стали искать счастливого человека там пошли по богатым выясняется что у богатых там свои проблемы с детьми с женами там с родственниками и так далее со здоровьем в общем бегали 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 ничего такого не нашли и тут как-то стражники присели отдохнуть и вдруг у землянки какой-то там и вдруг слышат там из землянки человек ну что же поработал покушал до час спать пойдем что еще для счастья надо они врываются туда чтобы рубашку у него взять а у него рубашки нету вот так что получается такая вот у нас похожая ситуация то есть только только собрался ударить по автоматизации как выясняется что поддельную группу собрать некого нет рубашки чтобы царю счастливым быть в общем такие вот у нас дела ой студенты наш стоят у них перерыв маленький я понял сейчас 11 часов я вот подъезжаю к 11 они там стоят хотя мы им говорим ребята не создавайте толпищу на ступеньках потому что жалуются соседи говорят к нам гости приходят там по бизнесу а здесь толпище такая и они начинают думать что чего-то не так в общем я не знаю жалобы у людей разные бывают по большому счету нам пофигу а соседи которые нас на первом этаже нас тут две организации на первом этаже вот наша и вот то что тут сейчас справа вот у нас будет вход у них старца вот отсюда вот там машины стоят вот здесь право у них вход вот эти уезжают так что мы на первом этаже пока побудем одни без никого так объехал я вокруг нету места нету места под солнцем нет отвечают на паркинге мест так вот а это уже наш школьный видите как тут все культурно ладно ребята я закругляюсь и отправляюсь на работу